Всем привет дорогие друзья! Вы на канале IT-Doktor. Это видеокурс, посвященный редактору Brackets. Весь цикл о редакторе Brackets получился довольно затянутым и полноценным. И в этом видео я хочу рассказать вам некоторые фишки данного редактора, которые вам тоже естественно пригодятся. Первая возможность это комментарии. В языке HTML не очень удобно делать комментарии. И вам, как известно, нужно открыть треугольную скобку, поставить воспитательный знак, два знака тире, еще два знака тире и закрыть. И здесь мы можем писать комментарии. То есть какие-то слова, текст, который не будет восприниматься в конечном результате. А он только для нас или других пользователей. Чтобы не делать всего этого, есть замечательная комбинация горячих клавиш. Ctrl плюс точка, которая создает комментарий. И точно так же можно его убрать. Ctrl плюс точка. Также это сочетание клавиш можно использовать на тегах. Например, вам нужно закомментировать данный тег. Вы нажимаете Ctrl точка. И мы видим, что тег помещается в комментарии. А если его нужно убрать, жмем повторно. Либо же мы можем выделить какой-то фрагмент кода и нажать то же самое сочетание клавиш. И мы видим, что результат такой же. У нас создается комментарий. Я думаю, вам будет полезна эта функция. Она работает в файлах CSS, JavaScript, PHP. Ну, во всех доступных файлах для редактора вы можете создавать комментарии. Единственное, они будут немного отличаться в зависимости от синтаксиса языка. А вот здесь мы видим, комментарий выглядит таким образом. Также следующая, вторая возможность. Это множественное выделение. Например, вам нужно быстро заполнить много тегов одновременно. И в них какая-то похожая информация. Вы вместо того, чтобы заполнять каждый по отдельности, можете зажать клавишу Ctrl и поставить курсор в нужных местах. Эта функция называется множественное выделение. Теперь вы можете писать ту информацию, которая повторяется. А дальше дополнить остальные фрагменты вручную. Также можем перемещаться. И данный курсор спадет, когда мы нажмем в любом месте. Не обязательно выделять именно в ряд. Можно выделить здесь, 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 тут. И так далее. Все зависит от того, как вам нужно в определенной ситуации поступить. И третье, что я хотел вам сегодня показать, это множественная табуляция. В принципе, в ней ничего сверхъестественного нет. Это как обычная табуляция с помощью клавиши Tab. Просто вы выделяете несколько строк и нажимаете Tab. И они все у вас перемещаются. Это помогает форматировать код и придавать ему нормальный красивый вид. Для того, чтобы было удобно его смотреть. Также, если нужно обратно все удалить, делаем выделение. И удаляем на один бэкспейс назад. Надеюсь, данные фишки были вам полезны. Вы будете их все использовать. Они действительно являются очень крутыми инструментами. Не во всех редакторах такие свойства доступны. Так что пользуйтесь на здоровье. И встретимся в новых видеокурсах. Не забывайте также подписываться на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии под этим видео. Спасибо за внимание. И до новых встреч в следующих видео уроках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!